Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Надежда Пархунова. У нас сегодня в гостях очень необычный и интересный гость. Французский композитор и пианист Николя Челора, который привез музыкальный спектакль, музыкальный проект «Сказки русского леса». И мы об этом сегодня поговорим. Здравствуйте, Николя! Здравствуйте! Мне очень приятно, что вы говорите по-русски, и мы сможем пообщаться, насколько это возможно. Я тоже очень рад. Я могу не очень хорошо говорить по-русски, но достаточно для разговора. Для того, чтобы мы поняли друг друга. Николя, расскажите, пожалуйста, что это за проект «Сказки русского леса»? Да, это очень оригинальный тип концерта, потому что это не только обычный фортепиано-концерт, но тоже есть проекции видео. Мультимедийные, да, проекция видео будет. Да, я очень люблю погулять в лесу. То есть вы вдохновились именно прогулками по русскому лесу и родились эти произведения. А это все ваши будут произведения? Да, да, конечно, конечно. Сколько их там будет? Будет 9 сочинений, которые это все цикль. Почему выбрана такая тема? Все-таки Россия, мы часто говорим «Полюшка русская». Да, у нас в сказках много леса. Это ваша любовь какая-то к лесу? Да, ну, потому что у меня есть дом в очень красивом месте. Это прямо в лесу, это в конце маленьких селё в России. И я очень люблю погулять в лесу, не только днём, а тоже ночью. Например, когда это зимой и есть луна. Это возможно, потому что всё это белое, не надо даже больше свет. Это достаточно, чтобы погулять. И поэтому у меня есть рояль в этом доме. И, как обычно, я сочиняю музыку. И, конечно, может быть, это правда, что есть отношения между этот факт, когда я погуляю в лесу и когда я сочиняю. Может быть, есть или нет, не знаю. Какая-то такая взаимосвязь, да? Вы это имеете в виду? Да. Например, один раз, когда я погулял в лесу ночью, зимой, и было очень красиво, потому что были звёзды очень сильно. Яркие. И есть этот белый лес из-за снега, очень статический. И эти звёзды так, это как, если они хотят говорить что-то. И этот пейзаж с лесом, это очень статический. И это как таинство, как ответ. Но надо понимать, какой ответ. Это как диалог. И когда я начинал сочинать эту красивую первую тему, красивую мелодию, после была другая тема, и эта мелодия была всегда более высоко. И я понял, это как диалог между первой темой и второй темой. Я назвал это первое сочинение «Ночью звёзды говорят с белым лесом». И после я сочинал другие, например, другие сочинения. Это как разъед, это очень въедет, но не очень сильно. Но это очень мелодия как радости. А, мажорная, да, получается? Мажорная мелодия. И после я назвал эту песню «Радостный развед». И после были другие так. И после я понял, что это как цикл леса. И тоже были несколько другие сочинения, которые я назвал «Белая птица» или другая. Это как молитва, может быть, это как молитва. И я назвал это как часовня очельника снегом. И после я подумал, да, мы можем делать цикл, который я буду назвать «Сказки русского леса». Потому что я была в России. Потому что творчество из русского леса, да, вы использовали. И моя супруга, она фильм-режиссер, и она делала тоже видео на связи каждое сочинение. И после мы подумали, это возможно, это очень оригинальный спектакль с видео и музыкой. И это так. Николя, я знаю, что ваша супруга, она русская, вы живете тоже в России. Как ваша любовь к России проявилась? Она была раньше, до того, как вы поженились? Или это, может быть, именно супруга принесла вашу жизнь? Да, мы знали даже раньше. Потому что я уже приехал в Россию, чтобы делать концерт, выступать концерт. Мы уже познакомились. И только три года назад я живу больше всего в России сейчас. Скажите, пожалуйста, вот такой проект «Сказки русского леса» вы представите в филармонии. А что еще у вас запланировано здесь, в Благовещенске? А, да. Да, уже сейчас я... Мастер-класс, я знаю, да, будет с ребятами из музыкальной школы? Да, будет мастер-класс, да. Ну, уже я выступал этот спектакль много. Было много концертов даже уже в Дальний Восток. Во многих городах, да? Да, во Владивосток, в Южно-Сахалине. Уже я был в ноябре. После в Сибири, в разных городах. В Томске, Барнауле, Абакане, Новокузнецк и другие. После были в Центральной России, Яруславе, Кострома, Череповец, Вологда. А тоже играли в Тольяты. Мурманск, я знаю, что были в Мурманске. Такая северная точка России. И будет, да, другие, это значит, после концерта, который я выступаю здесь, будет концерт Беревижан, Магадан, Петропавловск, Камчатки, тоже Хабаровск. Да, и поэтому я очень рад все посетить. Это удивительно, Николя, вы посмотрели всю Россию, фактически посмотрели и смотрите. Да, будет уже Калининград, Екатеринбург, Перма. И Глубинка, и провинция, и в то же время. Да, тоже я играл даже несколько дней назад в разных маленьких городах, в регионах Владимира. Как-то отличается зритель в России в зависимости от того, где он проживает? Зритель Мурманска от южных, допустим, окраин России, Дальнего Востока, от Запада? Да, ну, я думаю, музыка, которую я пишу, это очень доступно. Понятная для всех. Потому что для меня, что это более важно, это тоже просто красота, которая сразу дает глубокую эмоцию. И после мы можем мечтать о что-то очень красивое. Как музыканты для меня это первая вещь очень важная. И я думаю, все публики в России, они получили очень-очень хорошо. Даже я удивился, как это возможно, потому что я был большой энтузиазм. Да, я очень рад, конечно, это отношение с русской публикой. То есть, действительно, красивая музыка совершенно не влияет на то, какая это публика. Если это красивая музыка, она доступна всем и понятна всем. Да, конечно, музыка это универсальный язык. Есть, конечно, очень разные стили. Но если мы говорим о красивой музыке, этот стиль, это, конечно, на отношении что-то очень глубоко, которое дает нам открывать сердце, как маленькая контемпляция, а что-то очень красивое, которое в обычной жизни, это не так часто, мы можем найти эту контемпляцию. И поэтому этот стиль красивой музыки, я думаю, к сожалению, это не очень часто в нашем современном культуре. Но это очень необходимо, потому что, я думаю, это не везде мы можем иметь эти эмоции. Это такой универсальный инструмент для общения абсолютно всех. Да, конечно. Спасибо вам большое, Николя. Спасибо. Я уверена, что ваш этот проект будет иметь здесь успех. И я вам желаю прогуляться и по нашим лесам. Они отличаются от среднерусских. Приезжайте к нам еще. Вам успехов с вашим проектом. А я напомню, у нас сегодня в программе был французский композитор и пианист Николя Челора. Он приехал со своим проектом «Сказки русского леса». Ну а в программе с вами сегодня была я, Надежда Пархунова. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова